Здравствуйте дорогие друзья! Фильм, который вы увидите далее, был сделан Дмитрием, автором и ведущим канала Ломоносов, за что снова его благодарю. Хочу сразу заметить, что эта публикация не является кражей материала, так как фильм для публикации на канале Неофициальная история был предоставлен лично авторам. Также публикация этого фильма вовсе не говорит о том, что у нас закончился материал. Напротив, материала очень много и постепенно мы все расскажем и покажем. В первый раз этот фильм был опубликован на канале Неофициальная история 17 февраля 2018 года. Однако, по алгоритмам, ведомым одному ютубу, у фильма постоянно пропадал звук, или полностью, или частями. В комментариях под фильмом вы постоянно писали, что со звуком те или иные проблемы. Мы многократно пытались решить эту проблему разными способами, но ввиду того, что в данный момент к опубликованному видео добавить ничего нельзя, а можно только убрать. Мы решили сделать перезалив фильма с новой озвучкой. Прежняя версия фильма никуда не удалена, и она доступна по ссылке в описании. Благодарим вас за проявленный интерес и ваше неравнодушие. Приятного вам просмотра! Проводя анализ территории современного Египта на предмет следов возможной бомбардировки, я поначалу не смог выявить явные следы применения оружия массового поражения. Поэтому я решил использовать один из любимых мной методов – наложение карт на инструменты Google. Результат не пришлось долго ждать. Так как при своем анализе я исхожу из того, что поиск следов применения оружия массового поражения рациональнее всего производить на месте когда-то стоявших городов на той или иной территории. Я начал изучать массив городов Древнего Египта. Особое внимание я обращал на города, когда-то стоявших в то время на берегу озер. Сейчас, как всем известно, территория Египта в основном поглощена пустыней. Поэтому объекты исчезнувших городов, размещенных рядом с озерами, представляют для меня особый интерес. Мой анализ продолжается и по сей день. Однако то, что удалось найти, разбудило во мне двоякое чувство. С одной стороны радость, в связи с тем, что моя теория подтвердилась. А с другой – страха от увиденного. Таким образом, в поле зрения попали два древних города, которых нынче не существует. Это город Аргушет и город Серта. На месте Аргушета я пока ничего интересного не нашел. Пустыня как пустыня. За исключением холмов, которые, теоретически, могут быть останками города. Возможно, здесь присутствуют следы применения оружия массового поражения, непонятной пока для нас цивилизацией. Это еще предстоит уточнить. А вот место, на котором стояла Серта, меня и поразило. При увеличении карты сразу отчетливо нашлись воронки разного диаметра. 1060 метров и 527 метров соответственно. Для динайти воронки можно судить о масштабах ущерба, который был нанесен городу. Он был просто уничтожен. Исходя из имеющихся в открытом доступе таблиц и размеров воронок, можно вычислить примерную мощность боезарядов, которые были применены. Это примерно от 5 до 10 мегатонн и от 1,5 до 2 мегатонн соответственно. Напомню, что мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму, составляла всего 18 килотонн. Самое удивительное, что рядом с эпицентром малого взрыва совсем нетрудно разглядеть следы как минимум двух уцелевших пирамид. Основание примерно 120 на 120 метров. Но самое интересное заключается в том, что проведя через эти пирамиды линию на север, эта линия выведет нас традиционно на Гренландию. Хочется подчеркнуть, что исследования продолжаются. Я думаю, в ближайшее время еще будет много на что посмотреть, а найденное полностью разрушит исторические факты, которые нам вдалбливали еще со школьной скамьи. Субтитры создавал DimaTorzok